Ну, расскажи что-нибудь, ну, хоть немножко. Немножко? Да. Антон не такой, как все, у него нету сомнений. У Антона чёрный волос на голове, и дома в шкафу полно сочинений. На протяжении дня Антон мало ест, решая чужие проблемы. Вечером, как и все, Антон заходит в свой подъезд и как-то умудряется всё-таки жить вне системы. Антон примерный семьянин, он навещает маму. Антон не курит никотин и понимает драму. Однажды утром Антону позвонила подруга прямо из столичного аэропорта. Антон, я потеряла своего друга, и, кажется, я потеряла его надолго. Нет, с ним ничего не случилось, он улыбается и абсолютно живой. Странно, спонтанно всё получилось, без объяснений он стал мне чужой. Мы не ночуем в родительском доме и утром на кухне не пьём сладкий чай. Антон, помоги, я живу в страшной коме. А Антон говорил, продолжай, продолжай. До рейса оставалось около часа, не больше. Она улетала в другую страну, она бахнула крепкий напиток, похоже, и погрузилась в свою глубину. Антон всё дослушал проникновенно. Он слышал в словах её кислород. Но ты успокойся, ведь всё непременно, и это когда-нибудь тоже пройдёт. Молодец, у меня к тебе просьба. Дай мне телефон этого подонка. Антона? Этого Антона. Я его убью.